А вы знали, что в компьютерных, швейных и вышивальных машинах нельзя использовать магнитные направляющие возле игольной пластины, к примеру, или магнитные игольницы рядом с такими машинами? Поскольку в такой технике имеются шаговые моторы внутри машины, которые от магнита могут просто испортиться. Приветствую на канале Папа Швей! В этом видео мы проведем полную профилактику вышивальной машине на примере Джанаме Memorycraft 550E. Для этого нам понадобится вот такое жидкое масло для швейных машин, продается в любом хозяйственном магазине. Густая смазка для пластиковых соединений, в моем случае это вазелин, но также подойдет густая силиконовая смазка и возможно какие-нибудь другие технические на нефтяной основе. Отвертка, лоскуты ткани для того, чтобы собрать лишнее масло и почистить машину. Начнем с самого простого. Поднимаем ручку, здесь у нас есть такая заглушка и тут ревизия. Тканевый фитилек мы его напитываем маслом и наше масло дойдет до втулки верхнего вала. Теперь снимаем боковую эту панель, для этого достаточно выкрутить один винт сзади. После того, как сняли винт, вот сюда вот подставляем палец и оттягиваем, поскольку здесь есть защелка. Все, панель снята. И прежде чем смазывать, здесь все нужно почистить щеткой или тканью. Игловодитель смазываем вот в этом месте. Каплю масла прокрутили маховым колесом. Внизу вы можете увидеть еще одну втулочку. Ее мы тоже смазываем, буквально одна капля масла. После чего маховым колесом прокручиваем. Вы можете обратить внимание на все кривошипы. Эти соединения необходимо смазать маслом, только предварительно посмотрите, нет ли между ними ниточек и мусора. Далее смазываем шток подъема лапки. Вот внизу. И вверху. Несколько раз подняли, опустили. Лишним не будет смазать вот это соединение. Этот рычаг отходит от штока, подъема лапки. И здесь тоже есть трение. Сзади вы можете увидеть направляющую. Она смазывается густой смазкой. Вся эта зона очень легко загрязняется. И обратите внимание, поднимая лапку, видите, срабатывает датчик. Это датчик подъема лапки. Важно его не запустить и чтобы он не засорился. Поэтому рекомендую его тоже проверять и почистить. Если этот датчик залипнет, машина вышивать не будет. Чтобы не снимать механизм натяжения нити, Самый простой способ взять вот такой лоскуток ткани и почистить между тарелочек. Откручиваем игольную пластину. Машина сделала всего лишь одну вышивку. И уже здесь осталось обрезок нитки, который обрезает непосредственно нож вышивальной машины. Это все нужно проверять и удалять. Также достаем шпульный колпачок. Вот это вот все место мы очищаем. И капель масла вот сюда в центр. Поролончик напитает. На ободок капельку масла. Прокрутили. Машина будет от этого работать только лучше и тише. Механизм, который проверяет количество намотанной шпульки. Он тоже находится на соединениях. И по капельке масла сюда не помешает. Игольную пластину я поставил на место. У вас это труда не составит. А вот эту панель, возможно, возникнут сложности. Поэтому показываю. Сверху мы ее поставили. Потом немножко прижали. Как вы видите, у нас немного покосой она стоит. Пальчик сюда. И защелкаем в этом месте. Все. Снимаем пластиковый кожух с каретки. Откручиваем. Вот здесь один маленький винт. Поворачиваем машину. И здесь у нас вот имеется второй винт, который тоже необходимо выкрутить. Теперь внизу здесь вот у нас есть защелочка. Мы ее поддеваем. И снимаем наш пластиковый кожух. Очищаем направляющую от загрязнений. И вот фетровая прокладочка. Мы ее напитываем маслом. Прокрутили. Все. Теперь, когда будет каретка ездить, будет смазывать непосредственно саму направляющую. Ну и собирать мусор на нее. Пластиковые шестерни мы смазываем густой смазкой. Только не острым предметом и не металлическим. Каретку руками двигать нельзя. Вы об этом помните. Поэтому включаем машину и даем ей самостоятельно смазать все. После того, как каретка поработала, уберите лишнее масло. Оно здесь ни к чему. В этой машине есть сбоку съемная панель. Сняв которую, мы можем смазать втулку нижнего вала. Но, честно говоря, здесь проще открутить. Шесть винтов. Первый. Все. Теперь мы можем снимать нашу крышку, наше дно. И у нас есть доступ к большинству механизмов. Здесь мы с одной стороны фетровую прокладочку напитываем маслом. Которая находится возле двигателя. И вот сюда лишним тоже не будет капля. Вторая прокладочка, которая тоже нуждается в масле. И мы ее напитываем. Шестерню челнока пластиковую смазываем густой смазкой. Все. Теперь провернем маховым колесом несколько раз. Там вот в глубине есть направляющая, по которой ездит наша каретка. И здесь тоже есть прокладочка. Вот ее нужно шприцом напитать маслом тоже. У нас стоит шаговый мотор, который множеством рычагов проверяет количество намотанной нити на шпульку. Все эти соединения можно по капельке масла. А вот сюда, где соединение металл-пластик, мы накладываем густую смазку. Такая профилактика является универсальной для вышивальной машины. Так как все механизмы плюс-минус всех производителей устроены подобно. И все эти направляющие, все шаговые двигатели, у всех есть игловодитель. Просто вам, возможно, нужно будет поискать, где что, как открутить. Если для вас это швейный бизнес, и вы вышиваете каждый день, хотя бы раз в две, в три недели, такую полную профилактику рекомендую делать. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочку оставлю в описании. Там я отвечаю на все вопросы, так как YouTube уже мне крайне редко присылает уведомления о ваших комментариях. Ну и, конечно же, кому интересно, данная вышивальная машина, где ее можно купить в Украине, ссылку я оставлю в описании. Всем спасибо, до свидания, до новых встреч!